Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Дереза. И похоже, я была так сильно расстроилась травмой пальчиков, что совсем забыла снять вам отчет по своему ангелу любви от фирмы Lion & Drain Place, автор дизайна Мэрилин Левит. Очень красивый дизайн, я смотрю через камеру и замирает у меня дыхание. Как это все выглядит, вот так вот даже лучше, наверное, сделать. Сейчас попробую отодвинуть немножко. Вот такая красота. Сейчас обнаружила, что Лен у меня замялся с левой стороны, хотя, конечно, я его гладила перед тем, как натянуть на раму. Так, и что там, когда вот так, то видно. Пытаюсь я вам сейчас сделать освещение, чтобы без разводов было. Так, ну вот, кстати, лампу здесь я использую, ту, которую покупала. Вот уже все тут полетело у меня. Это лампа Рексант, по-моему, называется. Вот Рексант, лупа с LED-подсветкой. Здесь все технические параметры, пожалуйста, вам на нее. И можете поставить на стоп-кадр и запомнить или записать себе, как покупала я это все на зоне, магазина Зон. Слушайте, провела по сенсору, изменилось освещение. Давайте покажу ее, какой здесь сенсор вот такой. И есть четыре режима, честно говоря. Вот сейчас вы видите, когда нажимаете, вот мигание какое-то, такое мерцание, да? В живой я этого не вижу. Вот здесь тоже, когда делаешь, здесь есть. А ну-ка еще раз. А еще раз нажимаешь, и мерцания нет. То же самое, наверное, здесь, не знаю. Вот есть мерцание. А вот так этот цвет желтый. Вот сейчас нет мерцания. Не знаю, от чего это зависит. Но я сейчас так сижу, думаю, чтобы мерцания, наверное, не было. Через камеру, что ли, пробовать это дело включать. Свет разный. Свет есть белый, есть желтый. Так, сейчас давайте покажу вам лупу, как она выглядит. Что касается лупы, не знаю, как вам видно или нет. Вот без лупы, вот с лупой. Видите, увеличение достаточно хорошее. Но что должна сказать? То, что крышка есть, меня очень радует. Пыль так не скапливается уже, да? На этой линзе. Линза стеклянная тоже хорошо. Хотя, конечно, я хотела линзу прямоугольную такую. На ней меньше искажения. Ну, вот в камеру не видно. А когда я смотрю так, то мне, знаете-ка, этот бисер блестит сильно через линзу. И, ну, очень сильно отсвечивает. Хотя в камеру этого не видно. А когда я смотрю вживую вот так вот, то это, конечно, все видно. Поэтому вот этот дизайн, в частности, где огромное количество бисера вышивать через эту лупу неудобно. Потому что он ослепляет. Вот этот особенно золотой бисер, он прямо ослепляет. Если честно. А так увеличение, сами можете видеть, вот. Оно достаточно большое. И я надеюсь, что в других дизайнах... Но в этом дизайне она мне не очень нужна, эта лупа. Я использую чисто лампу. Лампа мне нравится то, что я могу направить как угодно. Здесь этот струбцина крепится у меня. У меня обстанок такой, что как бы со столиком я на столик закрепила все это дело. И верчу, кручу, куда хочу эту лампу. Делаю себе свет. Достаточно очень светлая. Так что очень удобно. Очень удобно. Так что лампа меня, в принципе, устраивает. И как лампа, и как лупа она меня устраивает. Я довольна. Давайте же покажу вам, как выглядят аппетиты. То есть я впервые здесь попробовала аппетиты. Надо сказать, что через камеру, если честно, то немножко смотрится аппетит рыхловатый. Но на самом деле он ровный. Фотографии это доказывают. То есть он такой смотрится достаточно ровно и приятно. И на ощупь это тоже он такой довольно приятный. И это мой первый аппетит. Я, в принципе, не загоняюсь по поводу того, чтобы кожу надо обязательно у Миробилии и Лавендер Атлес вышивать аппетитом. Но в Ангеле любви мне этой нежности очень захотелось. И поэтому я решилась на это. Я не говорю, что я обязательно в дальнейшем так и буду делать. Всегда нет. Я в этом далеко не уверена. Мне, в принципе, буду смотреть по обстоятельствам. То есть как меня будет тянуть, так я буду делать. Будет тянуть на аппетит, будем делать так. Нет, так нет. По-разному. Я не умею вот это все подбирать, эти все цвета. У Мерлин достаточно мягкие и плавные переходы, как я считаю. То есть меня нисколько не смущает то, что вот здесь более светлые крестики, более светлая полоса. Потому что у меня такое ощущение, что да, она смотрит в эту сторону, здесь солнце. И вот, допустим, солнце светит. И поэтому у нее как бы передняя часть лица более светлая. А уже которая от солнца отвернута, там более темная. Ну, во всяком случае, так я себе это представила. Показывала я уже вам шар свой. И показывала свой ангелы. Крылья. Очень красиво крылья смотрятся. Они потрясающие, большие такие. Вышиваются они, в принципе, легко. Плащ тоже вышивается легко. И рукав относительно легко вышивается. Самое сложное в этом дизайне, это юбка ангела. И я рекомендую вам для начала, да, вышивать. Вот, допустим, ну, я решила до половины вышить, а потом дальше. То есть, ну, не до половины, а до какого места у меня рама, да, идет. И чтобы ее не перематать. Значит, я вышила здесь всю ниточками, постаралась по максимуму, а потом только бисером. Вот здесь было, я пропустила. И, знаете, мне пришлось так это, вшивать туда эти крестики. Это не очень удобно, когда вокруг уже бисер. Бисер такой, что он прикрывает часть крестиков. Сейчас подвинем поближе камеру. Он прикрывает часть крестиков. Опа! Все, дальше приближать нельзя. Ну, тогда попробуем придвинуть раму, чтобы было видно. Видите? И вот здесь уже, допустим, часть крестика прикрыта. Ну, в общем, будет проблематично. То есть, потом ниточками все это вшивать между бисеринком. Бисеринок гораздо легче все сделать наоборот. Сначала все ниточками вышить, а потом уже бисер вшивать. Хочу показать, как выглядит крейник восьмерочка. Вот у меня восьмерочка. Я не стала загоняться по поводу того, что надо обязательно четверкой вышивать. Мне нравится, как выглядит восьмерка. Такие пухлые, хорошие крестики. Единственное, что мне здесь... Это вот сейчас, я, наверное, уже показывала вот такой крейник. Наверное, не буду сейчас вам показывать вот так. Вот. Это восьмерка. Вот восьмерка. Не хочет фокусироваться, потому что сильно близко. Двадцать седьмую, да. То есть, я не стала четверку, потому что здесь я тоже смотрела вроде как одного будет недостаточно. А у меня четверки только был один. Четыре фэрифайн. Не понравилась мне в работе вот эта ниточка, которая... Хайластер. Вот такая. Я уже, наверное, говорила в предыдущем отчете. Я просто не помню. Уже давно был отчет. Вот такая хайластер, как дождинка. Она немножко вредная, но она красивая. Как она смотрится красиво. Здесь она у меня вот. И я вышиваю в две нити. Вышивала тот бленд. Идет 433-я ниточка плюс этот хайластер. В одну, я так подозреваю, должно быть. Я сделала все в две. И хайластер в две, и 433-ю. Потому что так мне пухлее, так мне больше нравится. И к скловусу сказать вот эти крестики металликом тоже у меня не поклю... Вот мне этот... Вот он такой, даймонд, даймонд. У меня не по ключу. И я теперь просто беру вот эту целую ниточку и вышиваю. Здесь три нити. А до этого я разделяла и вышивала в две. И надо сказать, что разницы особой я не вижу. Особенно сейчас... Хотя, если присматриваться, вот эта часть немножко светлее. Но оно все потом бисером, когда зашьется, вообще будет не видно. А вот здесь в три. Мне так больше нравится. Еще, если вы обратили сейчас внимание, бисер у меня на этой юбке лежит в разные стороны и вышивается в разные стороны. Мне так больше нравится. Я пробовала. Я вышивала и под наклоном пробовала все. И пробовала, чтобы, допустим, у меня, если уж отверстие в бисеринках в одну сторону смотрели. В общем, мне не нравится. Он криво ложится. Мне это не понравилось. Поэтому я смотрю здесь по рисунку. Я перешивала. Не могу вам показать, потому что уже перешила эти участки. И вот обратите внимание, то есть я смотрю по рисунку. Как мне хочется, так я вышиваю. Обратите внимание, видите, с этой стороны лифа бисер наклонен в эту сторону. Как бы слева направо. А с этой стороны лифа бисер наклонен как бы справа налево. То есть с верхнего правого в левый нижний угол. Дальше. Здесь у меня бисер идет ровно. И бочоночки эти расположены так, что отверстия смотрят в стороны, в право и в лево. Не вверх-вниз, а в право и влево. Вот этот квадратный, вот этот завиток квадратный я тоже перешивала. Сначала я пришила все, чтобы бочоночки у меня смотрели их отверстия. Бисеринки-бусинки, да, отверстия бусинок вверх-вниз. То есть как бы я называю это горизонталь, да, если вверх-вниз. И вот здесь, где вертикальная полоса, я тоже так пришивала их. И тогда они становятся слишком широкие, они толкаются, они ровно не укладываются, даже если вы их убавляете количество. Поэтому я здесь перешила. То есть все, что, допустим, если идет горизонтальная линия, то у меня бусинки пришиваются горизонтально. То есть по горизонтали горизонтально, по вертикали вертикально. То есть по горизонтали бусинки, отверстия смотрят в стороны вправо-лево, а если это вертикаль, то будет пришиваться сверху вниз. Так она и пришивается. Мне так больше понравилось. Мне кажется, так выглядит ровнее. Вот, допустим, вот на этом узоре тоже хорошо видно. Здесь у меня все бусинки пришиты по горизонтали. Дальше. Вот здесь все бусинки пришиты по вертикали. Видите, весь бисер. И мне кажется, что так и то даже вот у меня есть желание где-то его подровнять, понимаете. Хотя он максимально ровно. Так как юбка, она имеет геометрический рисунок, мне эту юбку максимально хочется выровнять все эти геометрические линии. То есть там квадраты какие-то, да, там даже завитки, они квадратичные, полоски право-влево, там вверх-вниз и так далее. То есть рисунок, он весь такой, я бы сказала, квадратичный, с четкими геометрическими линиями. Поэтому от бисера мне тоже хотелось, ну, максимально четких геометрических линий. Здесь что я сделала, посмотрите, вот тут. Здесь линии идут как бы вертикальные, да, то есть здесь горизонтальные, здесь вертикальные. Я начала пришивать. Вот эта линия тоже просто вертикали. Но тогда у меня не влезал бисер, который вот 275-й, такой полупрозрачный. И я его развернула. То есть у меня вот этот узор идет, а тут эта линия вертикальная, а вот здесь пришлось развернуть. Ну, в общем, я перешиваю. Я из тех, кто не любит вообще переделывать все это дело. Но здесь я перешиваю. Если я пришила, и мне не нравится, как выглядит, я парю, я перешиваю. Вот, допустим, здесь я буду пароть тоже. Так, сейчас, 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 упс, нет, мы этого делать не будем. Не хочет он больше. Я тогда подвину камеру, попробую, подвину раму. Вот когда он, раз фокусировка идет, он, конечно, блестит вообще неимое верно. Сейчас вот, сейчас вам не видно, потому что отсвечивает, да, то есть вот дополнительный свет, но вот это неровно все пришито, это я буду перешивать. Сейчас вот если вот так, то же быть не видно. С одной стороны, хорошо, что дополнительное освещение, вы видите этот блеск весь, всей этой работы. Так, вот здесь тоже у меня бисеринки пришиты. По горизонтали, я бы сказала. Вот, мне нравится, как это выглядит. Здесь тоже по горизонтали пришиты. Сейчас передвинем камеру, вот так будет, чтобы видно. Ну, в общем, так вот получается по-разному. То есть я выбираю себе, играю, играюсь, в общем, подходящее слово, самое такое, это будет я играюсь по полной, перешиваю. Ясно, в общем, абсолютно не по правилам, то есть мне сначала немножко смущало, да, вот видите, кстати, здесь вот рисунок, здесь по диагонали пришиты, здесь по диагонали пришиты, сейчас попробую показать. Вот, вот здесь они пришиты по диагонали. То есть там, где шахматка, я по диагонали сделала, да, то есть я думаю, ну, буду дальше смотреть. Я сначала думала, что, наверное, так нельзя, это надо по правилам, то есть бисер должен смотреть все в одну сторону, в одном рисунке. Ну, я уже нарушила правила вот здесь, да, шар я вышивала весь по горизонтали пришивала, бисеринки, а нимб, бисеринки лежали по диагонали. Я даже посоветовалась, с Марианной Мори посоветовала, спасибо ей, она поддержала меня в моем решении, что да, можно, то есть, как она объяснила, мне даже в голову этого не пришло, это ее ассоциация. Я думаю, что вот эта юбка, она такая, как бы, в стиле пэтчворка выглядит. Да, пэтчворк, это что такое, это всевозможные, как бы, лоскутки пришиты, нашиты и все такое, и вот где-то так узор идет, где-то так узор идет. Вот, поэтому здесь вот это уместно, поэтому вот я окрепла в своем вот этом решении, то есть утвердилась в своем решении, что, пожалуй, вот будет это выглядеть все так в разную сторону вышивая его, вышиваться будет, будет так вышиваться в разные стороны весь этот бисер. Так как мне все-таки хочется достичь максимальной ровности укладки этих маленьких кирпичиков, да, вот узора. Ну, вот как-то так это на сегодняшний день выглядит. В организации, на самом деле, у меня вообще ничего не поменялось. Все так же, все, так же в шкатулке все материалы, так же на органайзере ниточки. И покажу, наверное, сейчас, как я прикрепляю бисер, органайзер так называемый для бисера, да, моего. Здесь обычные канцелярские магниты, они не очень, кстати, сильные. Крышка, которая глубокая, там ничего нет, видите, крышка, говорю, вот это дно получается, да, вот этого пенала для кисточек, которые в фикс прайсе я купила. Здесь я вырезала, использовала два коврика, вырезала и просто бисер укладываю. Вот если я, я могу выложить этот вот так органайзер, то есть вдоль, да, вот, и отсюда брать бисеринки, пришивать. Могу выложить его вертикально, то есть он по-любому, бисеринки не выпадают, всего шесть видов бисера, я просто, я даже не отмечаю номера, у меня просто, я выкладываю на стол коробочки с номерами и просто сверяюсь, да, чтобы я не, ну, он быстро достаточно запоминается. Так что здесь не нужно дополнительных никаких символов на этом органайзере и вот таким образом я вышиваю, пришиваю эти бисеринки. Планирую сейчас до низа, ну, где, где ниточки пришиты, до туда, до вышивать бисер. Далее я перемотаю все это дело и буду уже пришивать снова ниточки, а потом снова бисер. Ну, наверное, плащ, плащ, да, в первую очередь плащ вышью, потом юбку и уже окончательно будет бисер. В следующий раз, наверное, работу вы уже увидите готовой. Если не надумаю какую-нибудь болталку под пришивание бисера сделать, то будет уже видео о готовой работе. На настоящее время об этой вышивке, об этой процессе у меня, пожалуй, все сказано, что я хотела сказать. Поэтому спасибо вам за внимание, желаю вам творческих успехов. Пусть вышивка приносит вам море удовольствия. Надеюсь, это видео вам было и интересным, и полезным. А мы с вами встретимся в следующих моих видео. Увидимся, услышимся. С вами была Оксана Дереза. Пока-пока.